Книга «Открытым оком», том 3, тема «Работа», вопрос 1147. «Хорошо, что у вас мать трудолюбивая и всех детей приучила к работе. Таким людям всегда легче в жизни. А как быть тому, кого с детства не приучали к труду, жалели, оберегали от трудностей? А когда этот человек выходит в жизнь, то ему вдвойне трудно», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Действительно, у нашей матери было 10 живых детей. И когда ее спросили, как она нас научила, она ответила, «Я их не учила. Они сами учились, жили и жили, работали и работали. Для нас работа не была тяжкой обязанностью. Почему? Я и понять не могу. Это как-то происходило само собой. Теперь я обдумываю это, детально все перебирая и останавливаюсь на одном. Мы росли очень послушными и действительно очень трудолюбивыми, благодаря только матери и прародителям с обеих сторон. Пример. В колхозе нас, малолеток, выгоняли пропалывать поля. Невыносимая жара. Все руки в колючках от асота. И ни жалобы, ни стона. В четвертом классе я готовился к экзаменам. Никто за нами не следил. Отец и мать вместе не закончили даже полкласса. Я сам забираю все билеты. И на целый день ухожу далеко в степь. Прячусь в траве, чтобы никто меня не нашел и не мешал. И целый день учу, чтобы сдать все экзамены только на пять. Может быть, это детское тщеславие, Но мне всегда хотелось знать, что дальше. И я почти по всем предметам самостоятельно учил на несколько уроков вперед. Ах, как мне это сгодилось в жизни, быть самостоятельным. Этому я и учу детей в детском лагере. А они не учатся. Галатам 6.5 Ибо каждый понесет свое бремя. О трудолюбии и олени можно найти пословицы и поговорки Почти на каждой странице двухтомника летучих фраз дали.